В Беларуси вспыхнул масштабный протест после задержания главного оппонента действующего президента Александра Лукашенко, Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. Утром 18 июня мужчины отправились сдавать очередную часть подписей, собранных для регистрации Бабарико-старшего, но вскоре перестали выходить на связь. В их квартирах прошли обыски. Позднее гражданская жена Эдуарда Бабарико, Александра Зверева, сообщила в Facebook, что тот находится в следственном изоляторе Комитета государственной безопасности. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов, добавила девушка. По сведениям правозащитников, к обоим мужчинам не допустили адвокатов. В свою очередь, Комитет госконтроля сообщил, что Бабарико-старший задержан из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытие улик преступления. Ночью 18 июня в Минске граждане Беларуси выстрелились в цепь солидарности. Целью акции названо стремление выразить солидарность с активистами, арестованными во время президентской избирательной кампании, в том числе Сергеем Тихановским, Павлом Северинцем. Николаем Статкевичем. На пикете проводился сбор подписей за альтернативных кандидатов в президенты страны, которой с 1994 года бессменно руководит Александр Лукашенко. Сейчас он баллотируется на шестой срок. Цепь солидарности начала формироваться на проспекте независимости главной улицы Минска около 18.00 и к 22.00 растянулась вдоль проспекта независимости примерно на несколько километров. Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщил, что в акции протеста приняли участие больше 2000 человек. Проезжающие мимо участников акции автомобили сигналили в знак поддержки протестующих. На акции был замечен и претендент в кандидаты на пост президента страны Валерий Цепкало с супругой. Отмечается, что на 23.20, когда на проспект прибыли автозаки, люди начали постепенно расходиться. Полиция начала использовать громкоговорители, чтобы убедить людей разойтись, предупредив, что в противном случае они будут преследоваться по закону. Некоторые из участников акции остались стоять в цепи и после полуночи. Руководство Европейского Союза поддержало манифестантов. Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, заявила, «Уважение к правам и свободам граждан – фундаментальная ценность. Власти Республики Беларусь должны обеспечить равные условия для всех, кто желает участвовать в избирательной кампании и выборах президента, намеченных на 9 августа. Мы также напоминаем о важности уважения законов. Мы знаем о чаяниях народа республики. Нам известно, что они добиваются честных и конкурентных выборов». По словам политика Виктора Бабарико, нынешняя внутренняя обстановка в республике чрезвычайно далека от стандартов, принятых в цивилизованном мире. Задержание Виктора Бабарико было объяснено властями тем, что потенциальный кандидат от оппозиции может попытаться воздействовать на свидетелей с целью сокрытия улик преступления. Бабарико возглавлял Белгазпромбанк, против руководства которого неделю назад было возбуждено уголовное дело. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...